Я знаю, что существует примета такая, что кольцо терять нельзя, оно же не просто, оно же еще венчальное, мы повенчались. Я понимаю, что у меня друг Володя Топорков, я сейчас позвоню, у него были знакомые, которые занимаются раскопками. Может быть, кто-то с металлоискателем придет, и мы, вот этот кадр как раз, вот хозяин металлоискателя стоит в стороночке, видите, какой в пессимистичном каком настроении стоит. Мы когда пришли на это место, он говорит, Игорь, ну ты лучшего места для таких поисков найти не мог, потому что звенит все, рельсы звенят, гвозди в шпалах звенят, тут провода сверху. Он говорит, ну это нереально просто, и ничего я не нашел. Расстроенный, разошлись мы, и вот еду я, сел на трамвае, уже весна, прекрасная погода, я почему-то выехал чуть раньше положенного времени, у меня запас где-то час. И мы приезжаем, я помню, приезжаем мимо этого места, я сижу и так себе, ну, ну, сходи, посмотри, ты же хотел поискать, сходи, посмотри. Пока я что-то себя так раскачивал, двери закрылись, и трамвай дальше поехал. Я доехал до оконечной, вернулся на это место, видимо, работа нашего комфонса все-таки дала себе сдать. Я подумал, скорее всего, это было, когда мы толкали в эту сторону. И как-то раз-раз, вот, смотри, лежит. Надо же! Да, пять минут мне понадобилось, и вот я отправил Кристинке фотографию эту. Да. Это все поразительно, конечно, как вы вернули его себе, это кольцо, как что-то очень, ну, действительно, что-то очень важное. Ну, потому, да, для меня это тоже в результате важно, потому что я понимаю, очень много потерь было в жизни. И когда тебе дается какой-то шанс, и ты понимаешь, что на тебе не поставили где-то там свыше креста, а дают шанс. Еще мало того, что отправили такую вот тяжелейшую артиллерию на подъем. Браво! 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 Продолжение следует...